А между тем, друзья, мы продолжаем затаривать нашу баньку материалами. И как я уже говорил, сейчас мы делаем пол. А чтобы пол был правильный, он требует хорошего утепления. А чем можно утеплить пол? Правильно. Экструдированным пенополистиролом. Его-то мы и приобрели сегодня в магазине. Также я взял канализационные трубы. Вы сейчас скажете, Денис, ты что, пятерка канализационная не подходит для бани? Сюда нужна 110 труба. Но мы не строим баню сначала, мы с вами ее реконструируем. Как я уже говорил. А реконструировать мы можем только то, что имеем. И для того, чтобы заложить туда 110 канализационную трубу, нам нужно было бы вскрывать все полы и копать землю. Но по условиям договора, контракта, по условиям моего вмешательства в родительскую баню, было решено, что мы делаем только мойку и парную. То есть то, что конкретно уже разрушено. Раздевалку мы в целях экономии, наверное, оставим такую, какая она есть. Поэтому вот каналыга только пятерка входит туда, потому что там 90-я труба уже заложена. И вот нам надо в нее внедриться. И мы это сделаем пятерочкой. Но я думаю, что пятерка будет нормально справляться с нашими требованиями. Наговорил весь текст на стрёмную скрипящую дорогу. И теперь, когда у меня он закончился, мы выехали с вами на асфальт. Все, в принципе, в рамках моего блога. Блога строителя своими руками. Друзья, этот выпуск не будет посвящен нашим разборкам бани, потому что, я думаю, первого ролика вам было достаточно. Здесь мы с вами организуем правильный пол, потому что раньше бетон был уложен прямо на чернозем. Но это жесть. Сейчас мы уже вытащили порядка 10 тонн породы различной. Это и земля, и бетон, и всякой остальной дряни. Подчищаем сейчас до материнского грунта. И начинаем делать организацию нормального банного пола. С хорошим, правильным сливом. Наконец-то пошел суглиночек. Сейчас мы еще это почищаем. Смотрите высоту, да? Это все был чернозем, просто чернозем. По сути, мы сделаем сейчас то же самое, только вот этот слой, это будет демпфер. Потом будет экструдированный пенополистирол и бетонная стяжечка. Как-то так. Так, ну и все. По коренному грунту мы начинаем сейчас бутить. Отсыпаем все песком с чередованием старого бетона. И это мы делаем от нулевой отметки минус 15 см, потому что 5 см будет пенополистирол и 10 см бетонная стяжка. И все, она что-то упирается там жестко. Вот и забило. Все, встала вода. Короче, ребятушки, ну весело у нас. Эта штука где-то через полтора метра, прям в том полу, который мы не хотели разбирать, просто встряло обо что-то, стукнулось и дальше не хотело идти. Попробовали резиновым шлангом все то же самое. Похоже, попадаем на что-то серьезное. То есть, либо эту трубу вообще менять, пол разбирать, не знаю. Сейчас будем это думать, короче. Это не вошло в кадр, но, как оказалось, там просто была пробка. Мы смогли пробить ее сантехнической водопроводной трубой пятеркой, после чего вода стала уходить. Собираем из доборных элементов нашу конструкцию канализационного слива бани. Я решил завести два трапа в мойку, и один трап будет находиться в парной. Собираем конструкцию герметично. Для чего можно использовать сантехнический герметик. Все, теперь все закапываю. Выравниваем остальной пол относительно лазерной линии. И начинаем трамбовку песчаного грунта. За неимением профессионального виброинструмента можно обойтись подручными средствами. На фотографии я покажу, что подойдет для этой работы. Так, ну мы все усыпали, трамбанули. Конечно, то, что я прыгал, это юмор. Протрамбовали мы нормальной трамбовкой, которую я использовал в своей стройке. Но я не понесу ее сейчас вам показывать, она на улице. Сейчас мы прольем хорошенько это водой и начнем устилать экструдированный пенополистирол. Холодно, уже печку охота поставить на улице. Минуса, снежок. Не жалея воды, уливаем песчаный слой. Максимально выравниваем площадку под будущий экструдированный пенополистирол. Укладывайте ППС, крайне простое занятие. Просто в паз в паз. Если площадка под пенополистиролом недостаточно ровная, подсыпайте туда песок. Производитель рекомендует укладывать экструдированный пенополистирол с перехлестом швов. С каждым новым листом у меня все больше поднималось настроение. Итак, работа сделана. В том месте я не стал класть ППС, там будет котел стоять. И его эпицентр как раз в этом месте. Там я еще песка подсыплю. После чего мы зальем 10-ти сантиметровый слой бетона. Ну, то есть, по факту, чтобы вы понимали, слой будет где-то вот посюда. Вот, даже больше, чем 10 сантиметров. Хотя, может быть, может быть, он будет ровно 10, а здесь еще огнеупор. Кирпич выложится, на него встанет котел. Наверное, так и будет. Сейчас нигде уже не играет. Все сравняли хорошо. Делали с чередованием шахматным. Это обязательно, так скажем, смещение швов. Но, блин, ребята, это архитектурное строение. Оно не требует такого прям досконального внимания. Тем более, что раньше вообще здесь ничего такого не было. Поэтому, я думаю, даже этого уже достаточно. Здесь я установлю потом трапы. Это уже перед заливкой. Они уже куплены. И начнем заливку. Ну, мне надо выровнять трапы просто по уровню. Еще маякинда будет поставить. И все. Так что пол, котел, потолок и стены. Вот примерно такой принцип провод. Лазерная коррекция пола. Это, ребята, очень важно. Сейчас мы отстреливаем уровень фундамента нолик, который мы будем заливать. Вот там мы выставляем сейчас трапы. Наверное, они будут немножко выпирающие. Примерно на 7 миллиметров для укладки потом керамогранита. Заливаем это все бетоном, бетоном. Вот так. Вот и все. Вот. Вообще легко. Everybody. Everybody now. Так, надо повыше подняться. Надо подняться повыше буквально на... На... 3 сантиметра. На 3 сантиметра. Да. На 3 сантиметра. Что у нас есть по 3 сантиметра? Да, щечки. Сейчас. Ну, вот таким дедовским методом мы и будем, короче, делать. Для того, чтобы трапы не забились бетонным молочком, закрываем их скотчем. Посмотрите, как я их точно выставил по лазеру. Сын недавно записался на карате. Хочу преподать ему пару уроков мастера старой школы по боям с пенопластом. Выставляем некий демпферный слой по всему периметру стены. В дальнейшем он будет работать как демпфер и как заграждение от мостиков холода. Именно этот пенопласт будет защищать низ бани от ухода тепла. На этот раз я затворял раствор следующими ингредиентами. Три ведра песка, одно ведро гравия, одно ведро цемента и около 150 граммов бетоноправа марки 6. Это не реклама, просто материал очень понравился мне с позиции хорошего пластификатора. Также бетоноправ ускоряет все процессы по затвердению материала, что не может не радовать. С использованием его приходится лить меньше воды. Конечно, когда бетономешалка работает у вас в другой комнате, процесс заливки получается намного аккуратней. Но в моем случае мы использовали метод литья прямо из бетономешалки. Маяки мне совершенно не пригодились по двум причинам. Первое, площадь заливаемой поверхности не такая уж и большая. И второе, я использовал вибратор, который очень хорошо растягивал раствор по горизонту. Я решил, что уклоны в сторону трапа удобнее будет делать во время укладки терамогранита. В тех местах, где у нас будет проходить кирпичная кладка, я добавил еще сетку. Используйте вибратор правильно. Если вы будете не додерживать его, то воздушные пузырьки так и не уйдут из раствора. И смесь будет беднее. Если вы передержите, то плотные фракции песка опустятся на низ, а вода поднимется наверх. Что тоже не есть хорошо. Слушайте, ну я очень-очень рад, что мы это закончили. Эта работа была сделана сегодня, в принципе, часа, наверное, за три. Восемь мешков цемента у нас ушло, значит, соответственно, это, наверное, замесов 32, вот приблизительно. Сейчас это все замерзает. Выставляю опалубку и заливаю пять сантиметров еще слой ровный. Сейчас такую небольшую схемку, нарисованную от руки вам, как это у меня будет выглядеть сам пирог. То есть получается, что мы отсыпали 30 сантиметров песка, потом выложили 5 сантиметров экструдированного пенополистирола, потом арматура в одну сетку, 20-я ячейка, и потом залили стяжечкой примерно около 10 сантиметров. По периметру я выложил демпферный слой экструдированного пенополистирола и вложился арматурой. Теперь, что мы сделаем дальше? Выставим опалубку по периметру, примерно по 5 сантиметров, и зальем 20-сантиметровую такую стенку. Это будет для того, чтобы вот эта чаша у нас была единым монолитом. Потом я прогидроизолирую все швы, это понятно, ну, стандартным своим путем, как вот в этом видео или вот в этом видео, ну, можете посмотреть. И после чего мы начнем уже возведение стен. А теперь я вам покажу еще один момент. Начался снежок, и я пошел к своему любимому снегоходу и понял, что у нас есть проблемы в гараже именно вот здесь. И вторая проблема вот эти сходни я строил для того, чтобы мне можно было на снегоходе выезжать. Я подумал, почему бы мне вот это не отремонтировать сейчас и вот здесь не залить небольшой такой слой, чтобы я мог оттуда хотя бы выезжать без всяких проблем. Ну, это я сделаю, не знаю, в принципе, наверное, вам особо неинтересно, но рассказывать я ничего не буду, просто посмотрите видосик, как мы это быстренько сейчас все дело организуем с небольшой грунтовочкой, заливкой. Думаю, получится нормально. Вот такой получился небольшой видеоотчет моего рабочего дня. Друзья, я хочу поблагодарить вас за то, что досмотрели до конца. Спасибо большое за вашу поддержку нашему каналу. Мы растем, и это в большей степени ваша заслуга. Спасибо вам. Впереди интересное видео по отделке печки. Также я вам показывал уже в виде спойлера, что я сделал флюгер, и скоро его буду водоружать на нашу кровлю. Не пропустите это видео, и советую тем, кто не подписан, подписаться на канал. Ну, также ставьте лайки, рекомендуйте видео друзьям, и до скорых встреч. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok